Депутаты отклонили протест прокуратуры на решение Ивановской городской думы о внесении изменений в положение об установке рекламных конструкций. По мнению народных избранников, документ за подписью прокурора Ленинского района составлен с нарушениями и превышает компетенцию прокуратуры. Надзором за исполнением федерального закона рекламе должна заниматься антимонопольная служба. Прокуратура в соответствии с федеральным законодательством должна была в случае обнаружения нарушений данного федерального закона обратиться в антимонопольный орган. А дальше уже антимонопольный орган, соответствующий предписанию давать Ивановской городской думе. Данные отношения по рекламе сложились не вчера, а в 2005-2006 и так далее годах до настоящего времени. И в случае удовлетворения протеста прокуратуры мы нарушаем эти правоотношения, чем можем повернуть в хаос всю рекламную деятельность на территории города Иваново. То есть и нанести ущерб архитектурному облику города Иваново. Усмотрели депутаты в протесте коррупционогенный фактор. Кроме того, была высказана претензия, что о существовании протеста СМИ узнали раньше, чем депутаты. Подобных ситуаций в городской думе не возникало на протяжении последних девяти лет. Я не помню, чтобы у нас такое непонимание возникало ранее. Сегодня мы попытались все-таки свою позицию заявить, потому что мы, с одной стороны, готовы выслушать и обязаны выслушивать предложение мнения прокуратуры как надзорного органа. Но когда прокуратура несвойственные функции на себя берет, мы считаем, что это неправильно. На том же пленарном заседании депутаты городской думы утвердили решение об организации уличной торговли. Принятию закона предшествовали рейды. Наиболее частые нарушения – антисанитария, наличие мусора, торговля без соответствующего оборудования. Продавать продукты питания с ящиков и коробок теперь запрещено. Определены места конкретные для данной торговли. Они стихийно существуют и стихийно поддерживаются. Но, безусловно, отдельные точки по бабушке не может выйти там, где ей удобно сесть и начать торговать. Потому что также это может вызвать негативную реакцию жителей. В частности, очень любят они садиться на части тротуара, тем самым загораживая проход. Решением городской думы еще один зеленый участок Иваново приобрел официальный статус сквера. Напомним, что 12 подобным территориям особый природоохранный статус был присвоен год назад. Сквер строителей теперь пополнил этот список. Управление благоустройством обязано будет его в надлежащем виде содержать. Обновлять насаждения, которые есть, приводить в порядок и так далее. Во-вторых, администрация не имеет права принимать какие-то решения по каким-то инвестпроектам без решения городской думы. С просьбой присвоить официальное имя скверу обратились жители дома номер 57 на Шеметевском проспекте. С подобной инициативой в городскую думу могут выйти и другие горожане. И тем самым защитить зеленую территорию от посягательств застройщиков.